Трибуны ученого В рамках привычных мы сегодня говорим не об астрономии, не об астрофизике, не о науках о Земле и космосе. Мы сегодня говорим об архитектуре планетариев. Эта идея пришла в голову нашему архитектору, руководителю проекта реконструкции Московского планетария Александру Викторовичу Анисимову. И мы решили идею воплотить и дополнить нашу трибуну ученого лекцией Александра Викторовича, поскольку он тоже является ученым. Александр Викторович Анисимов, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, лауреат Государственной премии Советского Союза, доктор архитектуры и автор реконструкции Московского планетария. Лекция называется «Пространство Вселенной в архитектуре планетариев». И я попрошу поприветствовать нашего лектора Александра Викторовича, прошу пройти в центр зала, чтобы все могли его увидеть. Здесь много знакомых лиц, причем есть лица, с которыми мы расстались давно, но которые принимали активнейшее участие в реконструкции этого лектора. Здание. Я попрошу вас поднять еще раз голову и посмотреть на середину купола. Включите, пожалуйста. Вы сейчас увидите то, что практически никто обычно в планетарии не видит. Вы видите тени конструкции, которые держат вот этот купол, на котором происходит все действие планетария. Это действительно настоящие фермы металлические, которые находятся между двумя куполами – несущим куполом и куполом-экраном. Итак, начнем. Выдающиеся и пытливые умы человечества в разные времена пытались построить модель Вселенной, демонстрирующую расположение и движение небесных тел. Для такой модели потребовалось пространственное решение, которое в конце концов и стало зданием планетария. Вообще-то эта идея была слишком амбициозной. Шутка ли? Приручить Вселенную или хотя бы Солнечную систему, схватить ее, загнать в тесное помещение с полом, стенами и хотя бы и куполом, но не таким уж большим, как купол естественного неба. И все-таки это удалось. Вот вы видите самый первый в мире планетарий, который был осуществлен в 1924 году на крыше фабрики Карла Цейсовьене. И вот здесь произошла демонстрация первого сеанса с показом звезд. Но не все так просто для того, чтобы подойти к этому дню, который случился ровно 90 лет тому назад, как вы видите. В общем, в течение столетий и даже тысячелетий человечество пыталось создать какие-то фантастические модели устройства мира, устройства Вселенной. И существовали различные прообразы планетариев. Ну вот, например, в Древнем Египте они пытались показать, почему восходит Солнце и почему оно заходит. Вот участвуют три богини в этом деле. Тут имеется и одна богиня, которая одновременно является и небом, и рекой Нилом. На небе у неё звёзды, а по реке Нилу плывёт ладья, ну, филюга по-египетски, да, в которой везут Солнце, которое вначале восходит, а потом уходит куда-то под землю. Таких вариантов было достаточно много. Крупные учёные и философы занимались созданием своего рода генплана Вселенной. Ну и вот одна из интереснейших примеров такой – это Птоломеева система мира, которая была во II веке н.э. уже сделана. Вот посмотрите, тут несколько слоёв неба, такое слоистое создание. Значит, в первом слое вращается Луна, где-то в четвёртом, конечно, Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Где-то на седьмом – это небо седьмое, там Сатурн крутится. И создатель этой системы понимал, что ведь просто так они крутиться не могут. Значит, где-то должен быть мотор какой-то, механизм, который их крутит. И он создаёт десятое небо, на котором установлен первый двигатель, который приводит в движение все эти планеты. А за этим небом находятся империи, обиталища Бога и всех избранных. Вот такие интересные, фантастические вещи были придуманы древними. Прообразы планетариев продолжают развиваться и в Средневековье, и особенно в эпоху Возрождения. Но, пожалуй, самым близким прообразом современного планетария был Гатторбский глобус, который вы сейчас видите на экране. Это глобус, изготовленный на севере Германии, в Гатторбском герцогстве. И он представляет из себя шар диаметром 3 с небольшим метром. С наружной стороны это обычный почти школьный глобус, но только с теми данными, которые были на конец XVII века. А внутри его находится стол, обычно накрытый. Вокруг стола скамейка, на которой размещались 10-12 человек. А на внутренней поверхности этого глобуса были изображены звезды, доступные человеку, который находится в северном полушарии. Но художник их забил символическими картинами. Вот там, где большая медведица, там медведь, там, где близнецы, близнецы и так далее. Ну, вот этот глобус существует и до сих пор, хотя судьба его была очень сложная. Он был подарен русскому царю, стоял некоторое время при Петре I в старом здании кунсткамеры. Затем для него был построен специальный сарай. В 1747 году этот глобус сгорел, но он был сделан из металла с металлическими листами, оклеенными холстом, на которых была сделана вот эта роспись. Значит, всё это было в конце концов восстановлено уже к концу XVIII века. И позднее он был установлен опять в кунсткамере на некоторое время. Но при Николае II этот гаторбский глобус, у которого был специальный механизм, который вращал небосвод. Кроме того, там ещё в виде кристалла ходило и солнце. И в конце, на рубеже XIX и XX века Николай II решил отвезти этот глобус в царское село, для того, чтобы дети могли развлекаться просто. И он там стоял долгое время. Но во время войны эта территория была оккупирована немцами. И в 1942 году этот глобус увезли в Германию. И там он пробыл до 1947 года. И в 1948 году он опять был установлен в Петербурге. Для него была восстановлена башня на здании кунсткамеры. Сейчас это музей этнографии. На Васильевском острове. И этот глобус действует. Ну вот был такой ещё планетарий Коперника в немецком музее Мюнхена. Это механический планетарий, в отличие от оптического планетария, с которым мы с вами сейчас имеем дело. Но это очень громоздкое сооружение. По существу это такая художественная инсталляция, где двигались и планеты. Были на потолке звёзды в виде маленьких лампочек. Но пользоваться этим было неудобно. И кроме того, это произведение, в общем-то, было обречено на гибель. После окончания Первой мировой войны Вальтер Бауэрсфельд сконструировал аппарат, который позволял проецировать с помощью специальных объективов на купол небесные тела, ну, в первую очередь, звёзды. Первый аппарат выглядел вот так. Он имел ограниченные возможности. По существу можно было видеть только то небо, которое бывает над Германией. Движения были также ограничены. И довольно скоро Бауэрсфельд, который в то время был главным инженером фирмы Карла Цейса, Иена, он сконструировал второй аппарат, двухголовый, знаменитый, который долго был символом вообще планетариев во всём мире. И в 1926 году была изготовлена серия из 25 таких аппаратов, которые распространились по миру. 11 из них осели в Германии, 6 было в Соединённых Штатах, 2 закупила Италия. И один аппарат оказался вот здесь, в нашем московском планетарии, с помощью которого и было построено здание в 1929 году. А это самая последняя модель, которая сейчас у нас стоит вот здесь, посредине зала, но она опущена вниз, поскольку она нам в данный момент не нужна. Но когда показывают звёзды, значит, пользуются этим аппаратом. Это уже не двухголовый такой, а яйцеобразный аппарат. Вот внизу вы видите, это аппараты, которые показывают планеты. А это один из самых первых планетариев, который был построен в Йене. Это уже капитальное здание, которое было осуществлено в Германии сразу после изобретения вот этого нового аппарата второй модели. Технология диктовала необходимость купольного пространства, а привычка перед архитектором ставила как бы эклектический ордерный портик. И вот первые архитектурные решения для планетариев делались очень просто. Ставился купол, а перед ним действительно ставился портик, шести колонны, восьми колонны, иногда четырёх колонны. И в результате получалась такая некая пародия на римский пантеон. Вот фантазия архитекторов дальше в это время не пошла. Ну, интересный был планетарий в Берлине построен. Я на примере этого плана хочу показать, из каких частей состоит планетарий. Значит, главное – это круглый зал, рядом с ним входная часть всегда под четвёртым номером, там вестибюль, гардероб, туалеты, касса. И уже тогда, в 1926 году, появляется учебная часть планетария. Вот под цифрой 9 – это учебные классы и помещения для занятий. Уже есть маленький выставочный зал, ну и, конечно, офисы планетария. Ну, некоторые строители планетария вообще не придавали значения архитектуре этого сооружения, хотя сооружение очень соблазнительное. Вот, например, в Вене вообще планетарий не имеет своего интересного лица. А в Милане, в Италии, наоборот, архитекторы обратились к античному способу проектирования здания. И они вот именно спроектировали, как это делалось в Древнем Риме, купол, перед куполом небольшой вестибюль, а главный вход оформлен ионическим портиком. Таких планетариев было несколько. Ну вот, и в Америке планетарий в Филадельфии, вы видите тоже палладианский портик с коринфским ордером, фронтон классический. Этот планетарий, правда, был при Институте Бенджамина Франклина и научном музее. Построен он был в 1933 году, и он имеет одну замечательную особенность. В этом планетарии впервые был использован не тряпичный, грубо говоря, а металлический купол, перфорирован из перфорированного металла, покрашенный в белый цвет. Почему это важно? Именно металлический купол даёт возможность сделать правильную окружность, правильный купол, в котором не будет грани, потому что первые купола, они фактически были не круглыми, а слегка гранёными. Это было неизбежно, поскольку те материалы, которые использовались, можно было использовать только так. Ну вот Андрей Бунин, знаменитый наш градостроитель, спроектировал в 1927 году такой фантастический планетарий, в котором совершенно не была проработана технология, и был использован просто план обычного кинотеатра. Ну и, наконец, в 1927-1929 году появился московский планетарий, и надо отдать ему должное, что наши архитекторы, они вот оторвались от этой эклектики в проектировании планетария. И впервые появился современный вид, но это не случайно. Барш был членом конструктивистского общества, объединения современных архитекторов, ОСА. Но надо сказать, что конструктивисты планетарий не признавали за своё произведение, потому что, в общем, конструктивизму было противопоказано иметь в таком количестве круглые пластичные формы. А это как раз и было самым интересным и самым неожиданным в этом здании. Тогда зал размещался на ровном полу, ось проектора была строго вертикальной, и выглядел он примерно вот так. Нам удалось восстановить его первоначальные формы. Но этот планетарий заслуживает особого рассмотрения, и я думаю, что мы как-нибудь позже специально займёмся именно этим зданием, расскажем вам об его истории, о его многострадальной, в общем, истории, и о целом ряде реконструкций, которые производились в этом здании. На ряду с новыми сооружениями во всём мире пытались использовать уже старые постройки. Ну вот, например, в Риме напротив вокзала находится термо Диоклетиана, и в 1928 году Муссолини открыл в этом здании первый в Италии планетарий с большим диаметром купола. Но надо сказать, что над этими термами Диоклетиана не впервые, так сказать, работали современные архитекторы. Ещё Микеланджело в своё время встроил в эти термы огромную церковь Санта-Мария-дель-Анджеле, вот она там сзади находится от этого места, это вход в этот планетарий. Но планетарий оттуда выжили, поскольку это памятник архитектуры всё-таки. И сейчас планетарий размещается в квартале Юр, в Музее Римской Цивилизации. Архитектор Паула Мачерре, молодая дама, очень такая увлечённая этой идеей, встроила планетарий просто в уже готовые огромные помещения, залы этого музея, который фактически пустовал. А это вход в это здание, ну, это архитектура фашистского времени, конца 30-х годов, такая жёсткая, мощная архитектура, с огромными дверями, с масштабом нечеловеческим. А это вот очень интересный пример размещения планетария водонапорной башни. В 30-м году в Гамбурге была закрыта вот эта водонапорная башня, у которой наверху находился резервуар с диаметром более 20 метров. в этом резервуаре и был размещен зал планетария и с успехом работал долгое время. У нас в стране использовались некоторые церкви. Ну, это было на волне борьбы с религией, но, тем не менее, интересно заметить, что, в общем, купол церкви, ведь он сам по себе является символом неба, исходя из религиозных соображений. А когда планетарий в нём разместился, это же тоже был купол, тоже символ неба. Вот интересное такое совпадение. Но он просуществовал в этом здании монастыря с 1948 по 2011 год, и вот буквально в позапрошлом году открылся новый планетарий в Ярославле на 96 мест вот такого вида. То же самое произошло и в Нижнем Новгороде. Также монастырская церковь, и также появился новый планетарий немножко раньше даже Ярославского. В Петербурге тоже использовалось существовавшее здание. Железный павильон народного дома Николая II, который был привезён с Нижегородской выставки в Петербург и установлен на Петроградской стороне. Вот в этом гигантском помещении размещается вообще много всего, но в том числе и планетарий с обсерваторией, который вы здесь видите. В 54-м году, уже после войны, был построен знаменитый планетарий в Волгограде. Но здесь надо отдать должное тому времени в нашей архитектуре. Авторами этого сооружения были Симбирцев и Хомутов. Симбирцев, вы знаете, он автор театра «Красная армия», здесь недалеко. Здесь сказывается влияние того времени, что был такой неоклассицизм, или некоторые его называют сталинский ампир. Значит, опять возврат как бы к той архитектуре, с которой начинались планетарии в 20-е годы. То есть открытый купол, да ещё украшенный скульптурой, а впереди портик, но между портиком и куполом довольно просторный вестибюль. Он немножко напоминает вот этот московский планетарий по размещению своих лестниц. И то, что здесь первоначально, во всяком случае, всё было устроено на ровном полу. Ну, есть парадоксы такие. Деревянный планетарий, если хотите, в Пензе вот был построен. Планетарии ещё до войны появились и в Японии. Вот первый японский планетарий был построен в Осаке в 1937 году, но в наше время он с успехом был реконструирован. Сохранилась вот эта округлая часть его. И Цезарь Пелли, известный современный архитектор, создал совершенно новое практически сооружение. Но чем интересны вот эти первые японские планетарии? Там зал звёздный, где показывают в основном звёзды и планеты, расположен на верхнем этаже. Это практически музеи. Музеи астрономии или музеи естественной истории. В разных странах по-разному было. Планетарий очень хорошо сочетается с музейными организмами. Значит, иногда бывает при таких музеях, конечно, и обсерватория. Но вот интересен второй планетарий, который был построен в Токио через год после этого. Большой планетарий на 450 мест, хотя диаметр купола 20 метров. Но в этом планетарии интересно что? Что там была плоская эксплуатируемая крыша. И на этой крыше японцы разместили уже тогда астрономическую площадку с телескопами. Ну и астрономическая площадка, вы знаете, широко использовалась и в нашем московском планетарии, и, в общем, стала после этого использоваться во многих странах мира. В Соединённых Штатах первым планетарием оказался Адлер Планетарий в Чикаго. Адлер – это фамилия миллионера, который финансировал это строительство. Он пригласил архитектора Грунсфельда поехать с ним по Европе и посмотреть уже построенные планетарии, которые с успехом эксплуатировались в конце 20-х и в 30-е годы. В результате этой поездки, результатом этой поездки стало строительство вот этого огромного гранитного планетария, который сделан из полированного такого розовато-красного гранита тёмного. Немножко тут вот эта фотография не передаёт тот цвет, который у него есть. Этот планетарий вызвал некоторые раздражения у жителей Чикаго и вообще у американцев. Им показалось, что это не свойственно американской архитектуре и напоминает он какое-то восточное сооружение, которое, казалось бы, нежелательно было видеть в Америке. Но этот планетарий, тем не менее, по своей технологии, был одним из лучших в мире. Он подвергался неоднократной реконструкции. Вначале был отрыт подвал в этом планетарии, в котором размещено много интересных помещений. А потом уже в наше время на рубеже XX и XXI века была сделана огромная реконструкция. И вокруг вот этого гранитного комплекса была построена такая стеклянная, ну, скажем, летающая тарелка из стекла, в которой разместились большой выставочный зал, музей ниже, тут же ресторан, всевозможные подсобные служебные помещения, причем тут несколько этажей, три этажа. Один верхний этаж, один этаж на уровне земли и один этаж подземный. А вот слева, обратите внимание, стоит совершенно особенная обсерватория, обсерватория, у которой нет привычного купола. Значит, мы привыкли видеть купол, в котором имеется щель, которая расходится, когда включается телескоп. Здесь нет этого куполка, а есть вот труба, срезанная под определенным углом, и в этой трубе расходятся действительно специальные заслонки, и труба сама может поворачиваться на все 360 градусов. Ну, интересные интерьеры были сделаны впоследствии в этом здании Томасом Розджиком, дизайнером. Ну, вот это план его. Значит, в центре находится главный зал, он выше этого уровня, который я вам показываю. Потом второй зал вот с серым кругом обозначен, который построен был уже позже, и еще есть третий зал внизу. Ну, а вот так выглядят интерьеры после обработки их дизайнерами. Ну, дизайнеры, видите, они не очень задумываются о качестве архитектуры, значит, они делают, что хотят, не советуясь с архитекторами. Но этот планетарий совершенно замечательно расположен в городе. На полуострове, который когда-то даже был островом, от него открывается роскошный вид на застройку основной части, прибрежной части Чикаго, где видны знаменитые небоскребы, построенные знаменитейшими архитекторами. Эра с Ариненом, вот крайние там, в глубине их почти не видно, два небоскреба Миса Ван-де-Роя и других знаменитых архитекторов. Я уж не говорю о Франке Лойде Райте, который строил низкие здания и далеко от этого места. В 1964 году был построен известный планетарий в Бохуме. В это время архитекторы увлекались оболочками, которые держались на трёх или четырёх точках. Знаменитая оболочка была построена в Париже на трёх точках с гигантскими размерами, с архитектором Зерфюсом. И как бы в подобии той гигантской оболочки был построен вот этот планетарий, внешняя оболочка которого держится на четырёх точках. А разница между наружной оболочкой и внутренним кругом, собственно, зала занята рекреационным пространством для публики. Интересные планетарии тоже в Соединённых Штатах, то в Германии было. В Рочестере был построен миллиаренером Стрессенбургом. Но тут интересный план. Вот вокруг круга, кольца сделаны такие интересные завитки, в которые вписаны все необходимые помещения. Здесь и учебные помещения, вот наверху классы есть. Внизу это рекреационное пространство для зрителей. А при входе, вход с правой стороны, там имеется ещё и обсерватория в такой непривычной форме. Вот так он выглядит снаружи. Вот это высокая часть, это, собственно, и есть обсерватория. За ней главный вход в планетарий. В центре находится купол, и этот купол окружён вот этими вспомогательными помещениями. У нас был построен музей космонавтики в Калуге с планетарием. Потом был нами спроектирован вот такой музей тоже с планетарием. В музее на реке Деугаве в Риге проектировался неосуществлённый проект. Интересный проект планетария в Штутгарте в 1977 году на месте разрушенного время войны планетария. Здесь купол подвешен вот к таким любопытным конструкциям металлическим. Шесть ферм держат этот купол, а купол, в свою очередь, остеклённый. Но есть планетарий, которых не видно. Вот это бывшее скотобойня, налево, которое я имею в виду, и внутри этого гигантского здания в парке Левилет архитектор Андриэн Финсельбер там построил вот такой небольшой, в общем, французский планетарий, который никак не выражен снаружи, но имеет интересную эстетику хай-тека внутри. Ну, любопытный планетарий Тихобраге построен в Копенгагене. Здесь уже идея двузального планетария осуществлялась. Здесь имеется и планетарий как таковой, и в то же время он может быть использован и как кинотеатр Аймекс с проекцией на сферу. Обратите внимание, что исчезает купол. Купол надоел, видимо, и пытаются архитекторы создать какой-то символ то ли телескопа, то ли какой-то трубы, устремлённой в космос. Во всяком случае, крайне необычная структура этого здания. Это планетарий в Мадриде, который на резком рельефе поставлен на большие сваи. Здесь павильонная система. Отдельно собственно планетарий, отдельно башня обсерваторий и отдельно выставочный зал. Планетарий в Шаботе очень интересный. Это фактически двухзальный планетарий. Вот внизу собственно планетарий, чуть повыше планетарий театра. Это очень удобно, потому что в одном зале планетария вам показывают чисто научные сюжеты, а в театральной части показывают уже развлекательные сюжеты. Кроме того, там наверху вы видите открытый амфитеатр, очень много вспомогательных помещений, интересные обсерватории. Вот там наверху две обсерватории, вот виден открытый амфитеатр. И, наконец, самый, пожалуй, волнующий объект из всех планетариев – это планетарий в Валенсии, так называемый эмисферик, созданный великим архитектором современности Сантьяго и Калатравой. Это целый городок науки и искусства, который был построен ради привлечения туристов в город Валенсию. Валенсия – родной город Калатравы, и он вложил, видимо, всю душу свою в проектирование этого комплекса. Здесь есть музей науки принца Филиппа, вот самое большое здание, на переднем плане оранжерея, и слева вы видите планетарий с закрытой стеной. Эта стена, вот нижняя её часть, она вроде как бы с ресницами с такими. Эта стенка поднимается и обнажает внутреннюю часть этого планетария, а за ним стоит гигантское сооружение дворца искусств с оперным театром и огромным концертным залом королевы Софии. Ну, вот это планетарий с другой стороны. Планетарий открылся первым в этом комплексе, это находится в русле старой реки. Вот здесь эти ресницы остеклённые как бы приподнялись, и вы видите купол, главный купол планетария, который отражается в воде. Ну, здесь разрез, в котором видно, как устроен это сооружение. Ну, это сооружение, безусловно, не просто планетарий, а заодно и кинотеатр Аймакс. Поэтому здесь такой крутой амфитеатр сделан для того, чтобы была идеальная видимость именно для кинотеатра, а не для планетария. Но по своей архитектуре, наверное, это всё-таки одно из самых выдающихся произведений в этом жанре. А вот когда спокойная вода и как ночью получается отражение, это простой человеческий глаз, да? Второй планетарий такого же высокого уровня, это, безусловно, планетарий в Нью-Йорке. Вот в 1935 году при музее естественной истории в Нью-Йорке был построен так называемый Хайден планетарий. Но, несмотря на то, что этот планетарий работал неплохо, американцы решили, что это недостаточно современное сооружение, и безжалостно его снесли, и построили на его месте вот такой планетарий. Это стеклянный ящик гигантских размеров, и в нём находится белый плотный шар. Впечатление, что этот шар висит. На самом деле он подвешен на косых распорках, но под ним можно пройти, и вдоль него можно подняться по лестнице и войти в этот зал. Чрезвычайно волнующее пространство это между шаром монолитным и стеклянными стенками, которые ограждают всё это сооружение. Ну вот здесь красным показан именно этот планетарий, а жёлтым музей. Вот это интерьер планетарий. Вы видите, шар этот поднимается туда наверх, а лестница, по этой лестнице можно подняться в зал планетария. Сам шар, вот этот, разделён на две неравные части. Вот в разрезе это хорошо видно. В нижней части зал, посвящённый великому взрыву, благодаря которому якобы образовалась вся Солнечная система, и в том числе наша Земля. А второй этаж, больший под куполом, который находится, это, собственно, планетарий, только здесь почему-то он на ровном полу, там, в общем, я помню, были уступы какие-то. Правая часть серая, это стоянки автомобилей, наверху стоянки автобусов, а вся зелёная и оранжевая часть это научная и рекреационная часть этого замечательного, в общем, сооружения. Ну, вот так он выглядит с крыши стоянок. Здесь небольшой водоёмчик с фонтанами. И, наконец, самые последние планетарии. Вот интересно, что в Лондоне был нормальный планетарий, который работал рядом с музеем восковых фигур. Но дело в том, что в этот планетарий ходило очень мало зрителей, а в музеем восковых фигур всегда были гигантские очереди. Ну, и, видимо, им, наконец, надоело содержать этот планетарий, я так понимаю. И они их выселили из этого помещения, но в это же время в Лондоне возник другой планетарий, планетарий Питера Харрисона около Гринвичской обсерватории. И в 2006 году был открыт этот планетарий. Вы видите, совершенно изменилась эстетика новых зданий, посвящённых планетарию. Это обрезки металлических труб. Рядом была Гринвичская обсерватория, это фотография XIX века. Вот рядом с этой обсерваторией размещается это интересное сооружение. И, наконец, как пишут в печати, самый большой планетарий в мире с диаметром купола 35 метров был построен в Нагое в 2011 году. Очень эффектное сооружение. Это тоже при музее науки. Вот два корпуса музея, а между ними на, видимо, балках специальных закреплён вот этот гигантский шар. Причём под ним можно пройти, и вот если поднять голову кверху, то получается вот такая картина, волнующая, в общем, наверное, архитекторов. Как ни странно, в Пхеньяне построен вот такой планетарий. Шар стал основной формой, которой оперируют архитекторы, строя эти сооружения. В Китае проектировался такой планетарий, но, кажется, не был построен. В Индии ещё в 1993 году был построен планетарий Индиры Ганди в городке, который является столицей одного из штатов. Значит, в память Индиры Ганди было построено такое любопытное, ни на что не похожее сооружение. Ну и, наконец, последнее, что я хотел бы показать, это планетарий в Монреале, двуузальный планетарий с диаметром купола 20 метров, построен и открыт совсем недавно. Вот в заключение хотелось бы сказать, что таким образом архитекторы преодолели ностальгию по классической архитектуре и вышли на простор новой эстетики чистых, стильных, больших геометрических форм в новых материалах и новых конструкциях. Спасибо за внимание. Так, вы действительно можете задать вопросы, если они у вас есть. Не стесняйтесь, подойдите только к микрофону, чтобы всем могли слышать. Подойдите ко мне. Надо подойти ко мне. Микрофон установлен слева. Микрофон у меня, вот. А, вот, давай. Да. Ситуация, да. Где почему-то около 20 метров, только 1,35. Чем объяснимо, почему стандарт такой? Значит, стандарта как такового нет, но он всё-таки из практики установился. Были планетарии малые, совсем малые. Сейчас появились в Японии домашние планетарии. Были планетарии 9-8 метров, ну, скажем, вот у нас во дворце пионеров, да. Были планетарии 16 метров распространённые довольно. Здесь 27 метров наружный купол и 25 метров внутренний купол. Значит, почему такие небольшие размеры, скажем, 20 метров, 16 даже метров, это связано с тем, что в планетарии ходят не так часто. И, в общем, стандартный планетарий, в котором раньше показывали только звёзды, он перестал в определённый период пользоваться успехом. И планетарии расширили свою сферу деятельности. Они делают и музеи при себе, и выставочные залы, ведут большую воспитательную работу и прочее. То есть планетарий превратился в большой культурный центр со специализацией на планетарную такую деятельность. Поэтому больше 20 метров в небольшом городе никакого смысла нет делать планетарий. Он будет пустовать. Аппарат без вера нет? Нет, нет. Аппарат можно любой сделать. Ну, конечно, это же зависит от объективов. Причём объективы настраиваются, наводятся. Аппарат все 20 метров? Вот. Нет, нет. Это не связано с объективами. Мне интересно, начало вашей творческой деятельности как архитектора. Всегда ли вы хотели проектировать настолько глобально? И как это произошло? С удовольствием отвечу вам. Начало моей творческой деятельности заключалось в том, что я проектировал кафе, рестораны и кабаки. И вот сидит тут Марат Баскаев, архитектор, даже старше меня. Мы с ним построили и шашлычную, и такое кафе «Молодёжная элиту». Вот это было начало. Но они были связаны с театрами. Я много театрами занимался. И в этом смысле планетарий – очень благодарная тема для архитектора, потому что она даёт возможность создать необычные и интерьеры, и экстерьеры с крупными формами. И, конечно, то, что я оторвался от торговых зданий, которыми я занимался 50 лет тому назад, в течение трёх лет. И я был очень доволен, что началось вот это проектирование такого интересного здания. Но вот три проекта я сделал. Один из них только был осуществлён. И то реконструкция, конечно. Пожалуйста, ещё. У меня такой вопрос. Что-то известно, может быть, о совсем древних таких планетариях, может быть, даже не совсем планетариях, а просто сооружениях древнейших цивилизаций, таких как Шумеры, Майя, Ацтеки. Они пытались создать какую-то конструкцию Вселенной или звёздного неба? Ну, всегда пытались что-то понять, что-то осознать. Делались всевозможные фантазии. И мне эти фантазии очень нравятся, хотя учёные на них смотрят скептически. И вот, например, учёные не верят, что Солнце вокруг Земли крутится. А мы же видим, Солнце вокруг Земли крутится. Правда, они говорят, Земля вокруг Солнца крутится. Ну вот, такие интересные фантазии были. И я с большим уважением к ним отношусь, потому что это непосредственное восприятие действительности. без излишнего наукообразия. Почитать это всё довольно интересно. И у Аристотеля, и у Платона, и у большинства классиков мировой философии были свои взгляды на устройство Вселенной. Но вообще это не моя специальность. Это вот здесь, в планетарии, есть большие специалисты, которые вам расскажут очень подробно про всё это. А я как любитель, я, видите, я больше верю. Вот мы тут посоветовались вестибюль и решили, что всё-таки Солнце вокруг Земли крутится, а не Земля вокруг. Александр Викторович, вы нарушаете традицию планетария. Не богохульствуйте. Что? Не богохульствуйте. Вы в планетарии находитесь. И мы здесь точно знаем, что вокруг Солнца движется Земля и все остальные планеты. Вот Солнце ходило здесь. Вокруг так. Дорогие друзья, мы с вами видели видимую картину, да, а не настоящую, наблюдаемую. Это несколько отличается. Но вообще... Я хочу предложить вам, может быть, кто-то хочет сказать своё впечатление о том помещении, в котором вы сегодня оказались. Кто-то, может быть, первый раз пришёл. Я хочу сказать о московском планетарии. Может быть, кому-то хочется выразить своё мнение. Многие здесь бывали не раз. Кто-то первый раз. Вот вы можете поделиться своими впечатлениями. Пожалуйста. Будет очень интересно. И нам, и Александру Викторовичу. Конечно. Прошу, не стесняйтесь, пожалуйста. Только, пожалуйста, подойдите к микрофону. Мы все хотим вас слышать. Я хочу представить этого человека. Значит, это Владелин Дмитриевич, Красильников, вице-президент Международной Академии Архитектуры. Лауреат всех премий, по-моему, какие только есть. Знаете, где мы находимся, это уникальное произведение архитектуры. Я не знаю, там планетарий ходит, солнце как гуляет, как это всё, как звёзды. Это очень сложное дело. Мне непонятно. Ну, понятно то, что, во-первых, было создано Барси Синяцким, тоже в своё время это было крупное произведение архитектуры. И если вы посмотрите, здесь сейчас посмотрели, что это на то время было лучшей планетарии, который был в мире. Но вот когда Александр Висович в своей компании, которая здесь тоже присутствует, с авторским коллективом приступил к этой работе, мне кажется, он сделал великое дело. Великое дело. Он сохранил основной вот этот арбалический купол, сохранил всю эту композицию с большим уважением к предыдущему поколению архитектора, что у нас, к сожалению, редко бывает, редко на себя работают. Нет, они сработали на истории, сработали на город. С другой стороны, что произошло? Когда строили этот планетарий, не было зданий вокруг Садового кольца. И он был виден, везде виден. Что, когда здания эти построили, он провалился. Совершенно не было сейчас. То, что его подняли, и он в городе стал уже звучать. Надеюсь, удастся и дальше какие-то мероприятия открыть. И, главное, огромную научную часть сделали. То, что мы видели в подиуме. И все это произошло очень органично, прекрасно и стало произведение архитектуры. Вот это большое мастерство. И не так просто. Ну, профессия архитектуры непростая, требует не только художественные и таланты, а само собой. Это не то, что нарисовать, а надо сделать. А это потратим сколько? Десять лет, да? С второго года по одиннадцатый. Но проектировать-то начали в девяносто пятом году. любое произведение делается годами, если не десятилетиями. Это все нормально. И вот только выдержите это, сумеете это сделать. И то, что мы находимся, это блестящее произведение архитектуры. Спасибо. Это Василий Титов, экскурсовод московского планетария. Я хотел бы спросить, а была ли возможность поднять планетарий еще выше, не на шесть метров, чтобы еще было больше помещений для наших музеев? Я вам расскажу одну быль, которая была на самом деле. Ну, во-первых, было трудно найти организацию, которая согласилась бы поднять, но мы нашли такую организацию. Они в течение долгого времени отрабатывали методику подъема и, наконец, организовали этот подъем. Первые дни подъем шел очень медленно. Вначале по одному сантиметру, потом по 30 сантиметров вот такие катушки ставились. И, наконец, через две недели разошлись и уже могли поднимать в день на 2-3 катушки, то есть почти на метр. И, когда достигли нужной высоты, то есть с 6 метров, ко мне приходит организатор этого подъема, ну, и заработчик, и говорит, Александр Викторович, так обидно, все налажено, можем поднять на какую угодно высоту, а у вас в проекте всего 6 метров. Ну, давайте еще поднимем. Представляете, сколько бы можно было еще дополнить? Ну, послушайте, что дальше произошло. но у меня дрогнуло сердце, я говорю, ну, на 30 сантиметров, бог с вами, давайте поднимем. Разрешил им, они подняли на 30 сантиметров, ко мне в панике прибегает главный инженер проекта, ну, есть главный архитектор, а есть главный инженер, и говорит, ты что наделал? Полетели все рабочие чертежи, а здание-то строится полным ходом, и я нарвался почти до такой скандал, вот. Но вообще они бы после того, как было все налажено, можно было поднимать, конечно, на большую высоту, только надо было страховочные конструкции все время держать под наблюдением, потому что мне один из наших инженеров в Академии архитектуры все пугал, что вот вы начнете поднимать, поднимите, скажем, метра на два, и он у вас крутанется и рассыпется. Но, к счастью, это здание построено из монолитного железобетона, и именно это нам позволило его удачно поднять, потому что было бы это здание из кирпича, мы бы не рискнули поднять его. Да, но вот сейчас оно выглядит хорошо с садового кольца, что только с одной стороны, то есть, чтобы действительно вокруг здания очень высокие. А вы из зоопарка видели его? Он лучше всего выглядит из зоопарка. Вот я иногда студентов вожу, они там на обезьян смотрят, и вот это обезьян, это здание лучше всего выглядит. Давайте подумаем о том, чтобы в следующую реконструкцию мы подели еще метров на 10. Давайте и вы построите еще пять этажей поднимем. Замечательно. Ну, как в Токио, там же на верхнем этаже планетарь. Давайте поблагодарим Александра Викторовича за очень интересную лекцию. Спасибо. за субтитры за субтитры Продолжение следует...